Мороз воевода с дозором обходит владение своей. Торговать елками в костюме волшебника выгодно, рассказывает Иван Дроздов. Новогоднее настроение у жителей Самары появляется мгновенно, да и цены не кусаются. От 300 рублей за добротную пушистую сосну. Товар в этом году отличного качества. Хорошие елки в этом году. Красивые. Желтые прям очень-очень мало. Пару штук было вчера, и все. С сегодняшнего дня в Самаре заработали 134 елочных базара. В этом году они приобрели более привлекательный визуальный вид. По периметру торговых точек выставлены деревянные ограждения. Территория оборудована иллюминацией. Сотни деревьев ждут своих первых покупателей. Глава города Елена Лапушкина поручила профильному департаменту особое внимание уделить незаконным торговым точкам. Обращайте на это внимание и пресекайте незаконную торговлю елками. Ну, как действовать в этой ситуации, вы все знаете наверняка. Безусловно, мы будем отслеживать за тем, чтобы не происходило у нас незаконной торговли елочными изделиями. Ну, и если заборчиков нет, то очевидно, что это незаконная торговля. Помимо готовности областного центра к Новому году дополнительно власти города обсудили организацию сельхозярмарок в Самаре. Сейчас на территории столицы региона работают 16 ярмарочных площадок. 15 из них располагаются на частных территориях у торговых центров и комплексов. На следующий год стратегии развития ярмарочной торговли предполагают установку еще девяти продуктовых точек. Эти места у нас будут располагаться в различных районах городского округа Самара. Локация их будет тяготеть к тем местам, где наибольшая проходимость, ну и где у нас процветает, к сожалению, еще незаконная лоточная торговля. Сельхозярмарки, которые так полюбили горожане, вскоре могут стать круглогодичными. Планируется установка новых шатров на 40-45 мест в черте областного центра. Предполагается, что работы по их возведению начнутся уже весной будущего года. Пока же в зоне доступа самарцев ярмарка на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Как оцениваете работу ярмарки на Киевской и Тухачевского? Ярмарка действительно востребована. Единственное, что она достаточно скромна по размерам и, соответственно, предложению товара. Если это будет расширяться, то однозначно интересно. Две ранее работающие торговые точки у музея Алабина и в поселке Мехзавод в данный момент закрыты. За весь период работы ярмарку у музея Алабина посетили почти 165 тысяч покупателей. Свою продукцию смогли реализовать 302 сельхозпроизводителя, в том числе и пенсионеры. Ольга Павловна, Николай Епифанов, Василий Колдашов. События.